Привет, Ютуб! Сегодня я хочу вам рассказать, как заезжать лучше на отдых через таможню со стороны Колончака. Проезжать вы будете Армянск. Изначально вы проезжаете Завод Титан, проезжаете Перекоп, проезжаете потом город Армянск, Красноперекопск. И вы, можно сказать, уже официально находитесь в Крыму. Уже не на перешейке дальше, а уже въехали вы в Крым. Но, въезжая на перешейке, если вы смотрите географию карты, вы видите, как много вокруг нас озер, море с одной стороны, море с другой стороны. Хочется, может быть, где-то остановиться и побывать, что-то посмотреть, но сразу предостерегу вас. В Армянске, кроме залива, вы водоема, в котором можно покупаться, не найдете. Там воды, по сути, по колено. Пляж хороший сам по себе, но воды по колено, в лучшем случае по пояс, в худшем случае ее вообще нет. И угонит куда-нибудь за 2 километра. Приятливее. Подъезжая к Красноперекопску, вы видите с левой стороны от себя замечательное озеро Старое. Как гласит один сайт, когда я прочитала, я чуть в обморок не упала, конечно, что это очень хорошее место для отдыха. Озеро Старое, там богато минералами, вы можете остановиться там с палатками, с детьми, прекрасно много шикарных мест для отдыха. Ни в коем случае не вздумайте этого делать. Я не знаю, что это за идиот писал на сайте, но озеро Старое само по себе уже не озеро так таковое. Это шламонакопитель бромного завода. Отстойник, по сути, отходов. Хотя, ну, во всяком случае, та часть, которая находится за дамбой, ближе как раз к дороге. И были случаи, когда я лично видела, когда люди останавливались машиной, выбегали с ведрами, дети там с кругами и бежали к тому озеру. Ну, нельзя так делать. Заехали в Красноперекопск и проехали его мимо. Просто проехали. Если уж сильно хотите побывать на наших озерах, озера есть. Очень был замечательный у нас пляж в Красноперекопске на Красном озере. Но, к сожалению, сейчас воды в нем почти нет. И эта вода, что есть, она розовая. В ножки помочить можно. Действительно, там богатый минеральный состав для лечения хорошей там грязи. Но так, для разнообразия можете заехать посмотреть. Но особо интересно вам, я думаю, не будет, если вы приехали куда-нибудь издалека, с Россией, с Белоруссией. Вам, в общем-то, это сильно интересно не будет. Едем дальше. Если вы решили поехать на ЮБК, вы едете прямо на Симферополь. Прямая трасса, прямая, как говорится, вам дорога. Но если вы хотите посмотреть чистое действительно море, западный берег Крыма, о котором так наслышаны, да, потому что многие говорят, что западный берег Крыма – это самое чистое море. Это так и есть. Это одни песчаные практически пляжи, за некоторым исключением. Там мыс Тараханкут, немножко там есть камешки. Так, в основном, это песок. Причем протяженные, красивые пляжи. И действительно есть на что посмотреть. Если вы едете Терегущая, далее Коса Бакальская. Вот очень интересное, красивое, живописное место. Можно посмотреть. Есть на что посмотреть. Есть ради чего туда съездить. Дальше у нас идет такое село, как Владимировка. Красивые места есть. Есть межводное, там недорогой отдых и очень такой цивилизованный. Здесь поселок организован для отдыха, в общем-то. Там есть бухты, есть скалы, есть озеро с грязями. Ну, в общем-то, место очень хорошее, интересное. Я думаю, стоит его посетить. Есть дальше у нас Черноморское. Со своими песчаными пляжами. Более-менее такой крупный населенный пункт. Ну, крупный для Крыма, в общем-то. А так, ну, маленький поселочек. Оленивка дальше идет у нас. Мыс Тарханкут. И так до Евпатории. От Евпатории до Николаевки. От Николаевки до Севастополя. Можете ехать спокойно по всему западному берегу. Коса Беляус. Замечательная коса. Это место, которое стоит посетить обязательно, если вы едете, особенно дикарями, особенно с палатками на своей машине. Это просто великолепное место для отдыха. Находится оно возле озера Дон-Узлав. Не доезжая до Новоозерного, вам нужно повернуть перед озером Дон-Узлав. И это песчаная коса, на которой вы сможете действительно увидеть чистейшее море. Длинный пляж песчаный. Белый такой красивый песочек, на котором можно половить крабов. Собирать мидии, просто на дне она валяется. Это мидия. В общем, замечательно отдохнуть. Также там можно отдохнуть и на мини-гостиницах. Но, конечно, туда лучше ехать дикарями. Это замечательное место для отдыха. Ну, дальше у нас идет Новоозерное. Это Дон-Узлав, озеро Мирное, Поповка. Тоже в Поповке есть озеро. Оно розовое, с розовыми солями. И дальше к Евпатории уже подъезжаете. Ну, Евпатории, Осакии, Николаевка и Севастополь. Севастополем и заканчивается, собственно, западный берег. Поэтому удачи на отдыхе в Крыму. У нас Северный Крым, конечно, хороший, гостеприимный. Но это все-таки больше стабильная трудовая зона. Где есть заводы, где есть промышленность, где есть сельское хозяйство, которое с трудом выживает, потому что нет дождей в этом году. Но курортов здесь практически нет. Самый ближайший. Вот мы местные лично ездим. Вот просто, если захочется вечером поехать на море искупаться, это самое ближайшее место у нас портовое, возле села, поселка Раздольного. Ну, а у нас это километров 60-80. Так, чтобы за минут 40 доехать и за такое же время примерно вернуться. Ну, так, конечно, этот отдых, я думаю, не для тех, кто едет издалека. Удачи! Приезжайте, отдыхайте, смотрите наш Крым. В нашем регионе очень хорошо отдыхать на дачах, на огородах. Клубника растет, как трава. Все приживается. Растет даже инжир и хурма, как на южном берегу Крыма. Весна в этом году очень ранняя, засушливая. Спасаемся вот такой вот капелькой, капельное орошение. Вот. Как для жизни, Северный Крым вполне, вполне устраивает. Здесь ровная, стабильная жизнь. Меня спрашивал мой подписчик, какие здесь средние зарплаты. И кем можно устроиться. Ну, на этот вопрос я могу ответить примерно по своим личным наблюдениям. Средняя зарплата у нас 1017-20. А устроиться... Ну, пенсия средняя, кстати, 12 с половиной, по-моему, тысяч. По центру занятости я посмотрела по вакантным местам. Значит, это юристы, это медики, это педагоги, это строители, водители. Вот, как бы, хочу сказать, когда голова на плечах есть, и ты специалист своего дела, в общем-то, на работу устроиться можно везде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...